Привет, наша Снежная Республика! В эфире источник всех полезных витаминов, программа Студия 11. Мы подготовили для вас все самое интересное, продуктивное и веселое. Готовы? Тогда поехали! Что мы едим? Список неполезных продуктов. Количество холестерина в яйцах практически столько же, сколько и в крови у обычного человека. Да, увлекаться ими слишком часто не стоит, но и полностью вычеркивать из рациона нельзя. Вся красота – золотая прялка вишеры. Почти 70% прялок – это языческие знаки, которые дошли до нас с 13 века, можно даже так сказать. Они перекочевали по поколениям прялок до наших дней. Настя, хотела бы ты узнать секрет долголетия? Конечно. Вот моя прабабушка прожила 90 лет. И секрет ее очень простой. Нужно чаще улыбаться и правильно питаться. Ведь правда, от того, что мы едим, напрямую зависит наше самочувствие. Сбалансированность рациона прежде всего отражается на внешнем виде. Личико – красивые, крепкие ногти, блестящие волосы – это благодаря правильной еде. А позитивный взгляд на жизнь – это тоже достается от полезной пищи. Предлагаем пойти от обратного и узнать, какие продукты неблагоприятно влияют на наш организм. Итак, 7 продуктов питания, в которых практически нет жира, но они не так полезны, как мы думаем. Арахисовая паста и желе. Арахисовое масло – любимый продукт у американских школьников. Пасту обычно едят на завтрак, и она настолько популярна, что ей даже посвящают песни. В ее составе большое количество сахара, а значит масло очень калорийно. В одном бутерброде из кусочка толстого хлеба и тонкой прослойки пасты, 20 граммов сахара, 14 граммов жира и почти 400 килокалорий. Но если во времена Великой депрессии масло и правда могло заменить дефицитное мясо по содержанию белка, сегодня лучше найти более здоровые продукты. Белки вместо желтков. На протяжении многих лет многие из нас были уверены, употреблять слишком много яичного желтка не следует, поскольку в его составе большое количество холестерина. Поэтому в пищу преимущественно употребляли белки. Но ученые доказали, количество холестерина в яйцах практически столько же, сколько и в крови у обычного человека. Да, увлекаться ими слишком часто не стоит, но и полностью вычеркивать из рациона нельзя. Бутилированные смузи и соки. То, что в производстве соков и смузи используют фрукты и овощи, еще не делает их здоровыми продуктами. Это связано с тем, что в них добавляют большое количество сахара. Да и их калорийности могут позавидовать даже газированные сладкие напитки. Так, в 0,5 литра бутилированного сока примерно 300 килокалорий, почти 70 граммов углевода и около 60 граммов сахара. Апельсиновый сок. Сегодня практически в каждом фильме показывают типичный завтрак американца так. Тосты с арахисовым маслом и обязательно стакан апельсинового сока. Но этот напиток далеко не так полезен, как думают многие. Процессовое получение удаляет практически всю клетчатку из фрукта, а ведь именно этот ингредиент является ключевым. И в результате в стакане остается только вода с сахаром, немного витамина С. Как видите, не самый полезный напиток. Далее идут спортивные напитки. Многие уверены, специальные спортивные напитки нужны для подготовки к тренировкам и восстановлению после них. Но ученые говорят обратное. Для восстановления и построения мышц лучше всего пить чистую воду и употреблять белок. Легкое мороженое с небольшим содержанием жира. Многие ошибочно считают, что продукты, которые в своем составе содержат меньше жира, более полезны и их можно использовать для избавления от лишних килограммов. Но выводы исследований ученых Гарвардского университета, которые длились более 8 лет, в них принимали участие более 50 тысяч женщин, доказали ошибочность такого мнения. Те из участников, которые придерживались низкокалорийной диеты и старались ограничить потребление жиров, не похудели. Кроме того, у них также наблюдались сердечно-сосудистые и другие патологии. А такой страх к жирным продуктам начал развиваться в середине 80-х прошлого века, когда многие газеты выходили с заголовками о том, что жир убивает человека. Но, как показывают многочисленные исследования, он необходим нашему организму. И лучше получать его из полезных продуктов – рыбы, орехов, авокадо. Гранола. Постоянная реклама гранолы вбила многим в голову, что этот продукт очень полезен для здоровья. Кроме того, позволяет значительно сэкономить время. Достаточно просто залить мюсли молоком или соком. Однако это далеко не так. Во-первых, гранола или любые другие мюсли весьма калорийна. В одной тарелке не менее 600 килокалорий. Столько же в двух бутербродах с сыром и кусочком индейки. Во-вторых, большинство производителей добавляют в продукт сахар, что может привести к повышению уровня глюкозы в крови. А значит, плотно позавтракав, через пару часов вы снова почувствуете чувство голода. Следите за своим рационом и будьте здоровы. Андрей, я все время ловлю себя на мысли, что ем очень много сладкого и мучного. Признаться честно, порой вместо завтрака или обеда. Лишние сантиметры Натальи уже давно дают понять, что пора свести к минимуму эти продукты в рационе. Предлагаю разобраться, почему большинству из нас так сложно отказаться от вкусных пирожных. Нестерпимо хочется себя баловать круассанами и вкусными бутербродами. Смотрим. Находим причину. На самом деле совсем не удивительно, что ваш мозг посылает сигнал, вынуждая налегать на торты, пирожки и шоколадное печенье. Количество углеводов, которое содержит эти продукты, способно очень быстро обеспечить организм необходимой ему энергией. Поглощение продуктов, насыщенных сахаром и крахмалом, самый быстрый способ восстановить силы и получить заряд бодрости. Зная это, гораздо проще удерживать себя в руках, выбирая более полезные продукты с высоким содержанием углеводов. Овощи и фрукты. Это гарантирует вам отличное самочувствие и отсутствие лишних жировых отложений. Выбираем замену. Заранее продумайте альтернативу, чтобы мысли о сладком не преследовали вас постоянно. Если вы хотите чего-то определенного, например, торта, то найти адекватную замену становится проще. Желание поесть жирного и сладкого поможет удовлетворить, к примеру, низкокалорийный ореховый смузи, вкусные шоколадно-фруктовые муссы. Не голодаем. Вашему телу нужна энергия, а навязчивые мысли о тортах или выпечке свидетельствуют о ее недостатке. Регулярный прием пищи в течение дня без длительных перерывов – ваша страховка от бесконтрольного поедания мучного за ужином. Анализируем эмоции. Эмоциональное состояние тесно связано с пристрастием к определенному виду пищи. Постоянная тяга к чему-то говорит о том, что мы замещаем этой едой какие-то важные эмоциональные потребности. Удовлетворив пагубную страсть, вы лишь временно получаете заряд энергии, а затем снова приходит ощущение, что что-то не в порядке. Анализируя нездоровые пищевые пристрастия, вы сможете понять, какие эмоциональные нужды требуют внимания. Любимое лакомство. Если вам трудно отказаться от мучного, попробуйте найти любимый рецепт – блюдо, которое будет всегда дарить удовольствие без последствий для веса и здоровья. Прялка. Какие далекие картины встают перед нами при этом слове? Изба. Вокруг тишина. Все уже давно спят, лишь шуршание вращающегося веретена нарушают покой. Привычная работа для женщин не отвлекает от невеселых мыслей. Вся тяжелая жизнь встает перед ней. Мне сразу представилась картина Алексея Венецианова «Пряха». В этом портрете можно увидеть говорящие черты лица и глаза этой женщины, о том, как судьба ее испытывала, но она смогла сохранить себя. Ее крепкая рука, сжимающая прялку, говорит о том, что у женщины сильный характер. Наши коми-пряхи тоже были крепки духом. Но сейчас предлагаю поговорить о самих прялках. Дух захватывает от силы фантазии и искусства росписи этого предмета народного быта. Наша коллега Алена Югова посетила выставку «Золотая прялка бишеры» и пообщалась с методистом Карткировского районного историко-краеведческого музея Людмилой Королевой. Ну, насколько я знаю, прялка, она передавалась из рода в род, из поколения в поколение. И вместе с прялкой передавалась еще и информация, которая на ней изображена, правильно? Да-да, вот, скажем, старая прялка состарилась, на ней тоже уже были знаки. Делают новую прялку, переносят старые знаки обязательно на новую прялку. Ту прялку, может быть, даже уже и выкидывали, до того они старые были. А потом на новую прялку уже другое поколение снова наносила, добавляла свои знаки уже другого поколения. И вот до нас дошли вот такие системы знаков про каждого рода своя история, как книга. А вот сегодня эти знаки, их можно расшифровать? Сегодня их расшифровали. Очень трудно сразу скажу. Почему? Почти 70% прялок – это языческие знаки, которые дошли до нас с 13 века, можно даже так сказать. Они перекочевали по поколениям прялок до наших дней. Потом где-то 20% – это знаки христианизации. Когда начался период христианизации, уже появились кресты. Но тут особый вопрос. Кресты на прялках, православный крест, который пришел со Стефаном Пермским, это в наших местах люди не приняли. У них на прялках сколько видов крестов. То есть мы потом начали понимать, что это родовые кресты. У каждого рода был свой крест. Потом уже где-то 5-7% появляются советские знаки на прялках. И получается, советские символы для нас – это понятные серпи молодые. А вот языческие знаки, которых больше всего, там очень много непонятных. Как-то отличаются ли прялки Краткировского района от других? Есть ли у них какие-то отличительные особенности? Обязательно отличаются. Ну, во-первых, такого центра, как Вишерский край, такого в Коми-Республике нет. То, что здесь есть на Вишере и на Вычье, где частично, вот в нашем районе, этого, можно сказать, и в мире нет такого. Во-первых, это не расписные, а сделано треогранной выемчатой линейной резьбой. Расписные появились позже. Это были новые уже символики, там разные. Иногда проглядывают очень много на этих прялках календарной системы. За нашей спиной есть такие колоритные, они разукрашены. Вот, допустим, эта прялка, она тут единственная зеленая. Что в ней такого особенного? Вот на этой прялке как раз, вот это из наволока, вот большой родовой паз. Внутри щита. Щит – это оберег от всего плохого. Вот это уже первое, что оберегательное. Защита семьи, рода. Вот внутри родовой паз. Мы этот паз называем знак огня. Когда люди раньше добывали огонь, они вот так терли, палка, палка, появляется дым, огонь. Вот это точно так же. Вот Рыдвушпас, по коме Рыдвушпас, родовой паз. Вот это знак огня. Потом родовые пазы у рода появляются, сыновья, внуки. Оно усложняется. Вот уже появляются рядом другие знаки. И тут целое семейство у рода родовые пазы. А в результате получается символ. И если бы мы не знали, что это родовой паз, мы бы не догадались, как его расшифровать. То есть что я для себя поняла? То, что каждая прялка – это своеобразная родовая книга. Это какое-то послание потомкам. И я думаю, то, что нашего формата, пяти-шестиминутного, к сожалению, очень мало для того, чтобы рассказать обо всех прялках. Людмила Николаевна, спасибо вам большое за такую полезную информативную беседу. Пожалуйста. Вместе с Людмилой Королевой работал еще и краевед Анатолий Смелингис. Анатолий, здравствуйте. Расскажите нам, ответьте на один вопрос буквально. Как долго собирались прялки? Более 25-26 лет. И я тоже, пока собирали, они исчезли. Как раз мы успели собрать их материал, зарисовать в момент их ухода. Выставка продлится до 15 февраля. Поэтому приходите в Центр народного творчества на Советской 28. Выставка абсолютно бесплатная. Не пропустите это интересное событие. Не спать по ночам. Практически не выходить из дома. А если вдруг получится это сделать, то совсем ненадолго. Нужно быть постоянным аниматором, шеф-поваром, дипломатом в одном лице. И все это про молодых мам. К сожалению, это сторона материнства, которая может привести к выгоранию. Часто остается за кадром. Как сделать так, чтобы декрет был действительно отпуском, подскажет специалист. Очень важно еще сделать акцент на творческом подходе к родительству. Вот если честно себе признаться, подумайте, как вы воспринимаете вашего ребенка? Как абузу или как радость? Очень часто, особенно когда мы устали, ребенок воспринимается нами как помеха, абуза, дополнительная нагрузка. Но ведь может быть совсем по-другому. Тут дело в фокусе нашего внимания. Попробуйте переключиться. Это если говорить о конкретных стратегиях. Ребенок как абуза и ребенок как радость. Если говорить применительно к рутинной деятельности. Поскольку день матери и вообще весь декретный отпуск – это практически день сурка, надо найти такие способы, которые раскрасят ваши будни яркими красками. Что вы можете для этого сделать? Ходите другими дорогами, используйте разные маршруты, гуляйте с ребенком на разных площадках. Тогда у вас будет эффект новизны и не будет вот это вот приедаться. Ходите на разные мероприятия, старайтесь посещать все те, которые есть в вашем городе. Поверьте, как бы ни было сложно с ребенком на мероприятии, за ним приходится следить, еще что-то. Но вы будете гораздо более наполнены, чем если вы будете сидеть дома. Попробуйте сами делать для себя какие-то хитрости, уловки, чтобы стимулировать свой мозг и вообще наполнять жизнь эмоциями. Делайте себе разные вызовы, начиная от бытовых, успею ли я, допустим, сделать какое-то дело, пока ребенок сидит спокойно в комнате. Поверьте, эмоций в вашей жизни станет гораздо больше. И декретный отпуск у вас будет восприниматься не как день сурка, а действительно как отпуск и новые возможности. Время летит незаметно. Если проводить его с пользой, узнаем, что ждет нас дальше. Бодрый день. Как нужно начинать свое утро? Когда, как не утром, заниматься спортом. Сделал важное дело, и день свободен. А если серьезно, утренний фитнес – лучший способ взбодриться. Зарядка у открытого настиж окна или пробежка – тут уж выбирайте по вкусу. Все на лед. Как подготовиться к выходу на каток? Если вдруг вы не умеете кататься на коньках так же, как я, то не спешите отказываться от похода на каток, потому что вам прибавится хорошее настроение и физическая нагрузка. Настя, а как начинается твой день? Ой, это очень сложный вопрос. Мой день начинается с будильника в 7.30. А потом я ему еще говорю, ну еще чуть-чуть, ну еще пять минуточек. Сказать честно, встаю в 8 утра и как ракетам мчу чистить зубы, одеваюсь и бегом на остановку. И даже позавтракать не успеваешь? Не успеваю. Дорогие телезрители, если в этом описании узнали себя, то обязательно посмотрите следующий сюжет. Настя, внимание! Не забывайте про воду. Первое правило – выпить стакан воды. Можно два, можно с лимоном. Эта процедура подготавливает желудочно-кишечный тракт к работе, заводит обмен веществ и помогает мозгу, обезвоженному после ночи, быстрее включиться в работу. Занимайтесь спортом. Когда, как не утром, заниматься спортом. Сделал важное дело, и день свободен. А если серьезно, утренний фитнес – лучший способ взбодриться. Зарядка у открытого настиж окна или пробежка – тут уж выбирайте по вкусу. Правильный завтрак. Все большее количество диетологов склоняется к тому, что фрукты – самый правильный способ начать свое утро. Впрочем, есть еще варианты, например, каша или классическая яичница. Главное – не пропускать утренний прием пищи, но и пихать в себя все подряд – не самый лучший вариант. Составьте план на день. Планируйте свой день, чтобы ничего не забыть. Обязательно все свои дела записывайте. Разграничьте дела по степени важности, разделив записную книжку на два столбца. В первом запишите то, что требуется сделать безотлагательно. Во втором, что менее важно и в случае форс-мажора, может быть перенесено на другой день. Начните свой день с самой трудной задачи. Это называется съесть лягушку. Во-первых, вы удивитесь, как легко после предварительных процедур вам дастся выполнение этой трудной задачи. Во-вторых, после выполнения этого дела с остальным справитесь просто и быстро. И еще останется время для себя. Ложитесь спать раньше. И, конечно, ни о каком бодром и активном утре и речи быть не может, если вы ложитесь далеко за полночь. Не нагружайте свой мозг перед сном интеллектуальной работой. Оставьте ее на утро. Ложиться раньше – это очень важно. Андрей, как ты проводишь зимние выходные? Мы с семьей любим кататься на лыжах и ватрушках. А как же каток? Знаешь, я не любитель, потому что не умею кататься, а учиться, думаю, уже поздно. Ты чего? Учиться никогда не поздно. Главное – захотеть. Если вдруг вы не умеете кататься на коньках так же, как я, то не спешите отказываться от похода на каток, потому что вам прибавится хорошее настроение и физическая нагрузка. А вот как правильно выходить первый раз на лед, узнаем у специалиста. Скажите, есть ли какой-то определенный возраст, когда нужно начинать, можно выходить на лед, и когда прям вот категорически не стоит? На самом деле есть много мотивов, потому что всегда каждому по-разному. Есть детки, которые могут быть в два года окрепшими ножками, да, там и телом. Есть дети, которые только к четырем годам опредают более окрепшую осанку. Конечно же, самый лучший возраст, когда приводить ребенка – это в четыре годика, потому что он немножко уже побольше соображает, он немножко более окрепший, и с ним попроще будет работать. А есть ли у взрослых такое-то ограничение? У взрослых, в принципе, ограничений тоже нет, потому что есть у нас в фигурном катании любительский вид спорта, когда у нас пожилые люди танцуют и в 60 лет, и в 70, и участвуют в соревнованиях. Как говорится, научиться никому не поздно. Вот, предположим, я купила коньки, хочу выйти на лед, но ни разу до этого не выходила. Что нужно делать? Дома ходить или сразу же на лед выходить? На самом деле, желательно, приобретая коньки, конечно же, дома их одеть, померить, попробовать походить для того, чтобы себя уверенно чувствовать, чтобы понимать, что это такое, да, и придя на массовые катания, желательно прийти с теми, кто уже умеет кататься. Но если таких знакомых нету, кто умеет, у нас на массовом катании есть инструктор, который всегда поможет, подскажет, как нужно вставать, куда направляться, то есть всегда помогут. Хорошо, мы походили дома, выходим на лед. Как нужно стоять так, чтобы не упасть? Как держать равновесие? Конечно же, ноги нужно поставить на ширине плеч, а ручки у нас это взаимопомощь. И, соответственно, маленькими шагами мы начинаем движение. Если шагами у нас получается хорошо идти, то мы немножко прокатываем каждую дугу. У вас хорошо получается на самом деле. А что делать, если никогда человек не стоял на льду? Для этого у нас есть инструктора, методисты, которые могут помочь на массовых катаниях. Они могут подержать за арку, подсказать. А что делать, если человек ни разу не стоял на коньках? Какая-то позиция для него здесь? Да, безусловно. Когда мы выходим на лед, желательно, чтобы ножки были на ширине плеч. Коленочки слегка у нас согнуты, осанка ровная. Таким образом мы ловим баланс тела с ногами, чтобы более уверенно стоять на коньках. Соответственно, затем мы начинаем небольшое движение с каждой ноги. То есть, пытаться нужно катиться? Да, пытаться нужно катиться. Если вы не умеете катиться, желательно просто шагать. Самое главное, не наклоняться вперед, потому что мы можем зацепиться зубчиками и упасть. И, естественно, никогда нельзя наклонять корпус назад, потому что это чревато падением на голову. Для техники безопасности лучше ходить с тем, кто уже умеет кататься? Для техники безопасности, скорее всего, лучше ходить с тем, кто умеет, нежели вы боитесь за свое здоровье. Можно приходить на каток, держаться за бортик. Это как вспомогательная вещь у нас. То есть, многие так катаются. Для детишек у нас есть пингвины, с которыми можно покататься. Детишкам желательно одевать под шапочку шарфик, дабы смягчить падение на голову. Ну, взрослым желательно, конечно, и детям падать. А вот колени, что делать с коленями? Мы же постоянно падаем на колени. Падать всегда нужно на бок. В любой ситуации, когда вы понимаете, что вы сейчас упадете, лучше присесть и упасть на бок. Это не чревато переломами или ушибом. Вы просто будете, подставляя руки, падать на бочок и будете уверены в том, что вы не ударитесь ни головой, ни спиной. Понятно. А вот как нужно, если мы выходим на каток, на массовое катание, что нужно? Вот я правильно сейчас одета? В принципе, для катания, как любителя, вы одеты очень даже правильно. Потому что я не скажу, что у нас на катке прям очень тепло, шапочка, потому что, когда мы едем, у нас сквозит ветер, ушки мерзнут, брючки, курточка. Можно прийти в теплой кофте и в жилетке. То есть, в принципе, формат одежды у вас правильный. Ну что, спасибо вам большое и желаю успехов. Пожалуйста. В детстве мы с подругой и родителем устраивали концерты на праздники. Сами прописывали сценарии, номера. В основном это были смешные танцы и песни. Любили разыгрывать сценки, даже афиши рисовали. Прекрасное детство. Здорово. Сейчас, кстати, дети тоже любят петь и танцевать под современную музыку. Часто вижу это на массовых праздниках нашего города. А что делать, если хочется, чтобы концерты с детьми были не только в празднике? Домашний оркестр – отличный способ для сплочения семьи. А вот как его осуществить, подскажет специалист. Как здорово всем вместе, с семьей, играть в настольные, развивающие, словесные игры. А давайте еще поиграем в оркестр. Станем настоящими музыкантами. Для этого нам нужны музыкальные инструменты. Не обязательно бежать в магазин. Можно использовать все, что находится под рукой. И красиво оформить, превратить их в шумелки, в шуршалки. Посмотрите, для этого используется обыкновенная бутылка. Можно ее наполнить. Что у вас есть на кухне? Это могут быть макарошки. Ребенок сам решает, какой он звук хочет у своего музыкального инструмента. Прислушиваясь каждый раз, что же у него получается. А если добавить еще ракушки, будет ли звук звонче, ярче, как нравится ребенку. Бутылочку можно оформить яркими полосками самоклеющей бумаги. А можно оставить так, для того, чтобы каждый раз преобразовывать этот музыкальный инструмент. Можно непрозрачную убрать основу. А из-под детского питания есть интересные бутылочки, которые сами очень самодостаточны. Их не надо ничем украшать. Достаточно добавить что-то гренящее, звенящее, чтобы издавало звук. Раздавая таким образом инструменты по характеру, по возможности исполнения, вы слушаете звуки, определяете, какие они громкие, тихие, как надо играть, какие движения надо делать. Посмотрите, используя коробочки разноцветные. Вот какие у нас получаются шуршалки. Можно создать даже настоящий, похожий Сюгуде Коми национальный инструмент. Поиграть вместе с ребенком. Вот у нас звенящие, те ключи, которые валяются в коридоре зацепить на проволоку. Ну и посмотрите, как же без струнных инструментов. Обыкновенная коробка. Натягиваем канцелярские резинки, и у нас получается струнный инструмент. Вместе с ребенком прислушиваемся, какие звуки он может издавать, что для этого надо делать. Где звук подольше потянуть, где перебрать, как струны у гитары. Ну и естественно, как же обойтись без ударных инструментов. Обыкновенная пластмассовая ведерко, палочки, с помощью которых мы будем с вами барабанить. Опять объясняем ребенку, какие могут быть удары. Могут быть одиночный удар, может быть много ударов. А можно построить свой закономерный ряд. Например, один громкий удар, мелкие удары. А можно это все зарисовать, чтобы получилась настоящая партитура. Посмотрите, распределив роли в оркестре между папой, мамой, между старшими и младшими детками, можно устроить настоящее представление. А еще замечательный инструмент из обыкновенного стаканчика и воздушного шарика. Посмотрите, берем основу пошире, отрезаем, натягиваем наш шарик на кружку. Это может быть кружка, стакан или что осталось от продуктов питания. Натянули наш шарик и попробуем, какие же звуки он издает. Можно часто, а можно помедленнее, смотря какую музыку вы включите. Я думаю, у вас получится настоящий оркестр. И вы весело и задорно проведете свой семейный вечер. Это была Студия 11. Нам с вами было очень весело. Надеемся, вам тоже. Проведите этот день с пользой. Увидимся в эфире. Пока-пока, Республика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова